Хочу разобрать вот этот комментарий, потому что, на мой взгляд, он представляет из себя типичный набор очень распространенных среди мужчин штампов. Во-первых, грозному боевому оленю не приходит в голову, что тот, кто ебет его жену, может оказаться просто сильнее него. Кстати, очень часто именно так и бывает. Подобная ситуация описана в романе «Дюма» «Три мушкетера», когда Д'Артаньян ебал жену бокалейщика, у которого он арендовал комнату. Бокалейщик об этом знал, но ничего с этим не мог поделать. Еще один очень важный момент. Большинство мужчин не понимают, как между собой связаны понятия собственность, ценность и ответственность. Ценность для вас может представлять только то, что является вашей собственностью. Вопрос о том, является ли женщина собственностью мужчины, обсуждался уже много раз. Но давайте я вам сейчас дам самые четкие критерии для того, чтобы понять, кто является собственником того или иного имущества. Настоящим собственником любого имущества является тот, кто попытается вас наказать в том случае, если вы нарушите правила эксплуатации этого имущества. Например, если вы разобьете свой смартфон перед полицейским, то он на это никак не отреагирует. А вот производитель смартфона может вам его заблокировать и превратить в кирпич в том случае, если вы, например, попытаетесь его отремонтировать самостоятельно или внести какие-то изменения в конструкцию. А вот теперь скажите, накажет ли вас государство в том случае, если в отношениях с женщиной вы выйдете за рамки, которые предусмотрены уголовным или административным кодексом. Думаю, если взглянуть на ситуацию с этой точки зрения, то становится совершенно понятно, кто является настоящим собственником женщины, а кто является ее временным пользователем, арендатором. И, кстати, очень показательно, что в большинстве стран законодательно запрещена эвтаназия. То есть законы государств не разрешают вам самостоятельно принять решение о том, чтобы прекратить собственное существование. Но при этом государство по закону оставляет за собой право отправить вас на войну или на спецоперацию, где вас вполне могут убить. Вот и думайте, принадлежит ли вам ваша жизнь и кто на самом деле является ее настоящим собственником. Продолжение следует...